Видео с героем из щелково спасшего ребенка от грабителя не сходит с экранов телевидения отечественных СМИ. О таком важно и нужно говорить. Глава округа Андрей Булгаков вновь встретился с Михаилом Макаровым. На этот раз, чтобы вручить ему обещанный автомобиль отечественного производства – новую Ниву. Марку герой выбрал сам. Передача авто состоялась во дворе дома, где проживает Михаил Викторович. Настоящая мужская отечественная машина. Нива – это первая. Сейчас ее, наконец, вам подарим. А второе – со мной молодежь, спортсмены. Я же говорю, все обсуждают этот прием ваш. Не только сам поступок, хотя он уникальный для Щелкова, очень важный. И мы гордимся этим, но еще и сама техника исполнения. И очень много у ребят и у спортсменов предложений по совместной деятельности. Вот, это ключ. Спасибо. Пойдемте. Ух ты, ух ты. Говорят, наши машины делать не умеют. Так что не зря. Я уважаю наш автопром отечественный. А это прям та самая Нива, которую вы хотели? Да. За рулем авто он чувствует себя уверенно. Вот и первая поездка удалась. С собой Михаил Викторович взял свою супругу. Он теперь намерен и далее приносить пользу обществу, а новое авто в этом ему поможет. Щелковец планирует вести активную общественную деятельность, помогая пенсионерам. Это тоже та категория, которая есть. Вот маленький момент. Вот сейчас говорят, не хватает технических кадров на заводах, на фабриках. А вот они кадры. У них уже не то здоровье, а это инженеры, это ученые, это медики, это кто угодно. Там любая профессия. То есть, если им предлагать посильную какую-то работу, то есть не на целый день, а там какие-то, или решать вопросы конкретные по какому-то, так сказать, по какой-то проблеме, можно успешно абсолютно сотрудничать. Молодежь Щелкова, вдохновленная его смелым поступком, выступила с инициативой создать общество неравнодушных людей. Активисты молодой гвардии «Единой России» обратились к Михаилу Макарову с просьбой поддержать их в важном начинании. У нас возникла такая идея уже давно. Здесь присутствуют ребята-волонтеры, молодогвардейцы, представители молодежного парламента, мы как бы сами по себе все работаем на свой фронт. Но у нас возникло желание объединить всех неравнодушных в одно движение. Чем смогу, обязательно помогу. Он считает нормальным делом настоящего мужчины защитить ребенка в такой ситуации, не пройти мимо, говорит, что так обязан поступить каждый уважающий себя человек. Однако не случайно этот поступок нашел отклик в сердцах миллионов россиян. Это пример неравнодушия, смелости и честности. Что бесценно.